Всем добрый день! Сегодня мы поговорим о питании при сердечно-сосудистых заболеваниях. Эту диету создали ученые-медики в качестве программы, являющейся профилактической меры, а также лечением повышенного давления. Последние новости Американской кардиологической ассоциации и Национального института сердца легких и крови от 4 января 2021 года ставят ДАЖ-диету как самую лучшую для здоровья сердцем. Средиземноморская ДАЖ-диета – это лучшая диета на сегодняшний день. Коротко, суть ДАЖ-диеты можно сформулировать так. Вы полностью отказываетесь или максимально ограничиваете соль, сахар и продукты, содержащие вредные насыщенные жиры. Основной упор здесь делается на употребление цельнозерновых овощей, фруктов и снижение количества употребляемой соли. В средиземноморской диете также упор делается на цельнозерновых овощах, фруктов. В ней также разрешено умеренное употребление алкоголя – 1-2 единицы. Рационы обеих диет включают в себя продукты, богатые белком, такие как курица и рыба. Отличие ДАЖ-диеты от множества диет в том, что ее очень легко соблюдать в течение всей жизни. Питания сбалансированы по всем веществам, которые должны присутствовать в рационе гипертоника и любого здорового человека, который хочет похудеть. Важно отметить то, что мы можем адаптировать рацион под свои собственные предпочтения, питаться вкусно, соблюдая при этом количество и кратность приема пищи. Питание дробное, поэтому мы имеем 5-6 приемов пищи в день. Из них 3 основных приема пищи и 2-3 дополнительных. Завтрак мы начинаем с ячневой каши на молоке, обязательно с добавлением отрубей, для уменьшения гликемического индекса каши и для более долгого насыщения организма. Также добавим паровой омлет с томатами, так как завтрак у нас должен присутствовать с белковым компонентом. Если с утра вы просыпаетесь без чувства голода и не сильно хотите завтракать, вы можете сделать второй завтрак более плотным. На второй завтрак идеально съесть запеченную грушу, также туда вы можете добавить творог и выпить напиток ошиповником. Далее у нас идет основной прием пищи, это обед. На обед у нас обязательно должен присутствовать салат из сезонных овощей, обязательно с добавлением 1 ложки оливкового масла, из белка рекомендую запеченную форель и на горнир бурый рис зелень. Также с добавлением 1 чайной ложки оливкового масла непосредственно в готовое блюдо. На полник приготовьте себе имбирно-грушевый конфитюр и сырники, запеченные в духовке. Сегодня мы с нашим поваром покажем, как это сделать. На ужин рекомендую оставлять из углеводов только овощи в любой их вариации, свежие, тушеные, запеченные, и добавлять к ним белок. Наш ужин состоит из пекинских голубцов и салата из свеклы с черносливом. Дорогие друзья, мы переходим ко второму блоку рецептов. И мы с вами сейчас приготовим голубцы из пекинской капусты со свеклой и черносливом и также сырники с конфитюром из груш. Мамма миа, как же это вкусно звучит. Давайте все-таки это приготовим. Да, смотрите, начинаем мы с того, что сделаем голубцы из пекинской капусты. Как ни странно, в этом рецепте вам понадобится пекинская капуста. Почему же именно пекинская? Слушайте, ну смотрите, можно использовать в принципе любую капусту. Можно использовать савойскую, можно использовать белокочанную. Но пекинская, так как она очень нежная, видите, вот я ее специально придашпарил перед тем, как мы будем делать наши голубцы. Она очень нежная, и поэтому, скажем так, сочность наших голубцов будет больше по сравнению с другими. Но, как я уже говорил, можно делать и с любой другой капустой. Итак, мы взяли наши листы пекинского салата. Дальше мы возьмем фарш из индейки. В него мы чуть-чуть, чуть-чуть добавим морковки и чуть-чуть добавим лука нарубленного. Итак, самый главный инструмент повара, когда я говорю чуть-чуть, действительно чуть-чуть. Итак, нарезаем это все мелким кубиком. Если вы это делаете дома, а вы, скорее всего, будете делать это дома, то вы можете упростить себе жизнь и сделать это через мясорубку. Нарезаем лук мелким-мелким кубиком. Итак, добавили лук и морковь в наш фарш. После чего все это аккуратно, очень нежно перемешали. После чего мы опять воспользуемся замечательными функциями нашего параквим-томата Linex NABU. Итак, что же это за функция? А мы можем найти рецепт таких голубцов прямо в режиме онлайн. И сразу начать готовить, так же, как это будет сырник. Итак, для наших голубцов мы берем и разделяем массу на две части. После чего вот так вот аккуратно формуем. Можно ручки чуть-чуть смочить водой, чтобы у нас фарш не прилипал. После чего мы аккуратно начинаем заворачивать. Вы спросите, а зачем я это делаю на пищевой пленке? Да, могу сказать так, что это позволит нам, как вы можете увидеть дальше, да, лучше и проще, потому что мне ничего не прилипает, сформировать наш замечательный вот этот вкусный голубец. И таких голубцов мы сделаем два из расчета на две порции. Но если вы кушаете один, к сожалению или к счастью, то вы можете сделать на одну порцию. Итак, показываю еще раз. Смачиваем ложечку и выкладываем фарш в центр. Обязательно в центр. После чего чуть-чуть смочили ручки и вот так вот сформовали голубечек. И дальше придали ему вот такую вот замечательную, прекрасную форму. Сделали как будто бы ролл. Берем наш лоточек и ставим его. Видите, сколько пара. Вот чтобы у вас в духовке также было много пара, что вы можете сделать? Не как мы, да, то есть сейчас я просто перенес рецепт и буду ждать, пока он приготовится. Вы можете взять гастрономический лоток, налить туда воды, поставить мисочку с голубцами, закрыть фольгой и на 180 градусов ножа поставить на 20 минут. Прекрасно. И ваши голубцы получатся прекрасно, чудесно, просто, ну, супер. Итак, дальше, что мы будем делать? Мы будем делать небольшой такой маленький салатик под гранировочку. Для того, чтобы приготовить наш салат, мы будем использовать свеклу, которую предварительно мы приготовили также по технологии су-вид. Видите, мешочки запаяны, никакие питательные вещества и элементы у нас никуда не ушли. Сколько по времени затратило это? Смотрите, по времени получилось примерно где-то 5 часов. То есть готовится, да, долго, но при этом, посмотрите, какая прекрасная текстура. Итак, отрезаем плодоножку и после очищаем свеклу. Но, смотрите, вот при такой истории она получается настолько тонкая, да, конус, что даже можно не обрезать, как я показал изначально. И получается вот такая прекрасная, вкусная и очень аппетитная свекла. Итак, после чего мы нарежем ее кубиком. Что у нас еще входит в наш салат? Входит чернослив. Чернослив, да. Который обязательно, что нужно сделать? Конечно же, его нужно запарить. Предварительно. Конечно, то есть мы берем наш сухой чернослив, сливаем его кипятком, оставляем буквально на 5 минут. Дальше воду обязательно сливаем и даем продукту чуть-чуть отдохнуть. Запаренный чернослив. И, естественно, тут уж по желанию. Мы можем его порезать, можем так вот целиком оставить. Но я обычно режу. Мы все это перемешиваем. И, в принципе, наш салат готов. То есть это будет такая некая подушка для наших голубцов. Мы это все отставляем в сторонку. Итак, смотрите, голубцы у нас готовятся. Пока готовятся голубцы, давайте сделаем сырники. Конечно, давайте. Все же любят у нас сырнишки. Итак, для этого нам понадобится нежирный творог, 200 грамм. Наверное, 5% жирность, да? Да, естественно. Одно яичко. Кто-то добавляет только желток, кто-то добавляет только белок. Я добавляю и желток, и белок для лучшего вкуса и лучшей склейки. Итак, дальше обязательно, что нам нужно будет добавить, это манную крупу. А, допустим, Равель, если манной крупы на кухне не оказалось, мы можем чем-то заменить? Ну, в принципе, конечно же, можем. В кухне это такая все-таки творческая история, в которой мы можем, например, манку заменить семолой. Семолу мы можем, например, заменить мукой грубого помола. А если нет муки грубого помола, мы также можем это все заменить отрубями. Наши любимые отруби. Конечно, ребят, отруби это просто сила. Супер. Итак, добавили вот эту вот всю историю. После чего не добавляем сахара, потому что у нас сегодня сырники без сахара. Вот, мы это все разминаем вот так вот хорошенечко. У нас такой, не совсем, скажем так, типичный способ торописти. Обычно как происходит? Мы формуем сырники. Да. Дальше мы их кладем на сковородку, жарим в большом количестве масла. И на самом деле, ну, может быть, это и вкусно, но не очень полезно. Категорически. Категорически. Поэтому мы используем такие вот замечательные креманочки. Они продаются в любом, в принципе, магазине, где продают посуду. Вот, стоят они не очень дорого, но зато они вам сохраняют здоровье и многие долгие лета жизни. Как раз очень удобно на одну порцию. Конечно, смотрите. Вот мы сделали нашу массу. После чего мы положили ее в креманочку. Займемся конфитюром из груш. Конечно же, конфитюр из груши. Для него нам понадобится, очевидно, груша, лимон, немножко имбиря. Конечно же, замечательная, прекрасная добавочка агар-агар. То есть это каррагинан, желирующее вещество. И, конечно же, такой интересный продукт, как стевия. Стевия, это прекрасный продукт. Да, вот я бы хотел, чтобы вы мне немножко рассказали про него. Что же это такое, пока я буду заниматься подготовкой. Стевия или стевиозид, это в настоящее время считается самым лучшим природным сахарозаменителем. Он в 5 раз тлаче сахара. И самое интересное, что он очень низкокалорийный. И очень важный момент, да, вы мне как повар, наверное, сейчас скажете, что его можно добавлять в выпечку или, допустим, какую-то кулинарию, которую вы дома готовите. Да, мы посмотрим, можно будет добавлять или нет, как сырники наши получатся. Да, очень важно, что стевия переносит нагрев до высоких температур, до 198 градусов. Ого, это да. Да, поэтому прекрасно, вы можете добавлять ее на кухне спокойно. Прекрасно. Значит, если, как я понял, она у нас намного слаще сахара, то добавлять ее нужно совсем немножко, правильно? В минимальных количествах, да. Это очень важно. То есть мы возьмем на кончике красивой моей резной ложечки. Совсем чуть-чуть стевия. Дальше мы все это прекрасно перемешиваем. Далее, когда мы будем процеживать конфитюру, мы уберем оттуда имбирь. Потому что имбирь, если его переложить, может давать горько. Поэтому мы его разминаем вот таким образом. Кладем. Вы его не очищаете? Нет, прям с кожурой. Потому что мы все равно будем процеживать. И, соответственно, после чего я поставлю это все на огонь кипятиться. А пока займусь грушей. Так. Когда делаем грушу, обязательно вырезаем у нее сердцевиночки. Вот. Кто-то очищает ее от кожуры, кто-то не очищает. На вкус и цвет. Когда делают конфитюру. Ну, здесь, как говорят, на вкус и цвет, да. Но в кожуре у нас содержится достаточно много полезных... Безусловно. ...наших ингредиентов. Поэтому, в принципе, то есть мы когда будем конфитюр делать, вот, мы его будем в дальнейшем перебивать. Вот. Поэтому мы можем вот эту кожу добавить, опять-таки, в нашу кастрюльку, да. Вот так вот. И обязательно, что нужно будет добавить, опять-таки, на конце ложки, то есть где-то на такое количество мы берем порядка двух грамм агара. После чего мы все это перемешиваем и опять-таки ставим на плиту. Можно брать любой хороший вкусный сезонный сорт. Вот. Главное, от чего отталкиваться. Когда вы что-то готовите, то есть с использованием термической обработки, а грушу мы будем термически обрабатывать, правильно? А нам нужно, чтобы она была чуть жестче, чем обычно, да? Да. Потому что мы все-таки будем ее подвергать термическим операциям. Поэтому берите грушу чуть пожестче. Грушу нарезаем. На вот такие вот квадратики. А пока мы с вами, Митя, занимались конфитюром, у нас уже и глупцы приготовились. Данимаю. Прекрасные, супер вкусные пекинские глупцы. Посмотрите, как прекрасно они у нас получились. Закончим с нашим конфитюром. Грушу мы нарезали. Добавляем ее... к нашему замечательному конфитюру, который мы уже поставили. И доводим это все до кипения буквально в течение 5-10 минут до загустения нашей вот этой конфитюрной массы. Итак, машина подсказывает нам, что нам нужно всего лишь загрузить продукт. Что мы, собственно говоря, делаем. После чего закрываем дверь. И 10 минут ее не открываем. Итак, сначала мы выкладываем наш салатик. Можно выложить такими вот одной, например, или двумя, очень аккуратными кучечками. Сначала сделаем одну. После чего берем наш голубейчик. Разрезаем его вот так вот. Белиссимо. Белиссимо. И дальше вот таким вот образом мы наш голубец выкладываем. Дальше мы берем и выкладываем то, что осталось у нас. И смотрите, какое прекрасное, красивое блюдо мы с вами получили. Наш сырник уже готов. Набу зовет нас, говорит, откройте, пожалуйста. И достаньте вот такой вот прекрасный, вкуснейший. Посмотрите. Просто прекрасный сырник. И перекладываем. После чего показываю вам супер штуку. Это кремер для сливок. Но сюда можно, кроме сливок, залить еще, например, йогурт. Заправить этот картридж. Да. И смотрите, что мы будем делать. Сверху на наш сырничек мы выдавливаем вот такую вот нежную пену. И после чего добавляем наш вкуснейший... Чудесный конфитюр. Конфитюр, посмотрите, чтобы это все текло. Итак, друзья, мы приготовили с вами крутейший, вкусный пекинский голубцы. Мы приготовили с вами вкуснейший сырник с конфитюром, куда мы добавляли стевию. Это просто прекрасно получилось. Использовали также оборудование от компании Лайнекс. Оно очень крутое. Вы сами могли это увидеть. Я, конечно же, от себя желаю вам здоровья. И что еще желаем? Приятного аппетита!